качественно качественно это совсем не не всегда корреспондируется напрямую иначе у вас поскольку пешком к вам не дойти то есть у вас все равно же есть два варианта ну летом понятно можно по воде все остановит автотранспорт здесь есть два и глобальных сегмента это организованные туристы соответственно если сюда приезжает группа то скорее всего они не проходят мимо объектов показа того же музея поэтому зафиксировать тех кто запрашивает организованные экскурсии например потому что санкровическом музее скорее всего организованный турист не вот вам и первый сочник статистики вот второй это самостоятельные туристы по которым ну замер может потом сложнее осуществлять но тоже не безнадежно поскольку они вероятнее всего здесь что-то будут покупать неважно ночлег еду или просто магазин зайти и большинство будет рассчитываться карточками затем больше числа вот самостоятельных туристов там не группа будет возрастать и все будут выбирать самостоятельно путешествие а другой вопрос что даже если я путешествую самостоятельно мне все равно нужна там экскурсионка и какой-то так сказать пакет который был мне предлагали и больше того вам это выгодно потому что опять же практика самостоятельного туризма это как правило разница ну как минимум в десять раз в чеке группа едет тратит условно кризиса 500 рублей на человека это максимум когда это самостоятельный туризм то 5 тысяч рублей это не является никакой неким пределом для города конечно выгоднее работать сегмент самостоятельного туристов кто приедет в севрады безусловно но всю коммуникацию надо выстраивать стоянки для безопасного я не знаю для палачки для палачников видео памяти палачники они все равно будут у вас покупать и к вам приходить и вы можете делать для них собой событий а это тоже сейчас будет популярно но очень интересует вопрос безопасности условно говоря там у кого и это не требует больших денег у вас есть сезон у вас есть река вообще приехал будет у вас недалеко даже от центра я смотрел 10 часов на машине ехать до вас вот из москвы чтоб все к вам это вообще по нынешним плюс неплохие дороги вообще не вопрос то же самое суздаль да после того как они поменяли стратегию от привлечения туристов на привлечение самостоятельно они сейчас стоят второй партинг для частных машин это было в основном заточенную структуру на то чтобы постоять автобусу где-то да теперь автобусы в общем остались в том объеме ли даже немножко сократить зато участники выросли до под них нужны определенные условия но зато и выручка шла да и уже сети менеджер у него есть чем распоряжаться и очень быстрая быстрая оккупаемость понимаете но даже даже условно говоря строить мастевой дом это все равно затраты это какой-то период оккупажности сделать площадку организованные для машин это не недорого в той же европе вот те пятизвездочный отель ты сказать да рядом с ним находится площадка для самодеятельных туристов которые путешествуют да и когда такая инфраструктура появится папа тем же самым гостевым домам вы будете просто объектом привлекательным для локальных для инвестиций это будут даже не ваши затраты по созданию нужно нужно в очень многое сказали и бывает наверное уже нечего особо ну александр севич сказал что мы руководству республики называется втирали просто в мозг как мать разработку стратегии разработку муниципалитета в первую очередь что такое стратегия стратегия это способ территориального самоопределения потому что любой регион сам по себе единый он состоит все равно из разных районов и здесь надо ответить на мой взгляд на два вопроса первый вопрос это образ территории туристы второй вопрос это концепция формата пребывания туристов на территории вот по поводу образа я в чувашии был не раз в детстве для меня всегда это национальное название чубоксара понятно шубашка потом шумерля палаты и так далее и вдруг на карте есть мариинский посад для меня мариинский посад это название у средней полосы новгородского ластерская это владимирская ну и так далее вот я смотрю на ваш замечательный логотип он мне чем-то напоминает логотип цвери и ташка да узнаешь вот такие вензеля вот это все понятно как государева дорога государева горка сегодня мы заехали и вот я сейчас подумал о том что наверное у мариинского посада есть одно ключевое конкурентное преимущество перед другими территориями чуаши то что вы себе сочетаете с одной стороны народные какие-то мотивы да а с другой стороны вот эти вот русские узнаваемые на то здесь надо подумать концептуально как для продвижения вот то о чем говорил андрей это по большей части и страница и что у туриста будет как это перед приездом в голове и что у него будет после отъезда в голове а второй вопрос о концепт формата пребывания вот у вас как я понял все-таки выставку делаете на круизный туризм потому что рядом река большой поток это сразу приплывает поход это выходит несколько сотен погода несколько тысяч десятков тысяч туристов но я честно вот я когда в регионе работал я не круизный туризм ну как бы не очень люблю не железнодорожный пример потому что для меня для территории они ночуют на корабле и в поезде это только вот действительно чем в чем их плюс это массово не массово выше на берег масса саранча экскурсию потребили сувениры потребили покушали но не уехать даже покушали не всегда но тем более поэтому вам нужно ответить на вопрос вы на них оставили остаетесь ставку делаете или все-таки вы комплексно развивать территорию и считаете что это не только мариинский посадка к районный центр но и другие замечательные какие-то малые села и тогда вы пытаетесь туристов удержать хотя бы на сутки а здесь тогда нужно развивать я просто ставлю либо так сказать делать себя сразу позиционировать как краткосрочное пребывание это вот история мышкина да там только могут быть круизники я специально ездил в мышкин на день пытался вернее там день провести там невозможно провести день понимаете да то есть там просто можно умереть четыре часа вот два три часа и все городка как бы отстрелялся поел купил сувениры выкачиваете вы можете выбрать такую концепцию но евгений на честно другого говорит я посмотрел на карте мариинский посад тут я сначала думал что это такой уголок чуваши никого ни в коем разе не уголок вы я смотрю на развилки то есть у вас выше ешкарала туда дальше казань то есть тут грубо говоря вы на пересечении поток я бы например работал с корпоративным туристом обязательно то есть это какие-то крупные компании которые всегда ищут где бы провести им мероприятия корпоративные скринги а второе обязательно свадьбы вот приехать сюда с этой замечательной инсценировкой с видами такими свадьбы сейчас они любят проводить где-то вот на таких природных местах потому что это сэлфи все дела потому что фотоальбом потом на всю жизнь надеемся на всю жизнь у кого-то на другой реке по сельскому туризму не знаю насколько у вас здесь предложение есть я не его все эти гостевые дома какие-то индивидуальные дома и так далее ну вот то есть я может быть сказал какие-то вещи немножко абстрактные но с другой стороны это вещи на мой взгляд концептуальны вот на которые надо ответить и потом по этому пути идти и делать легенды обязательно продвигать это блогеров сюда как этот раньше был аншлаг на теплоходе а вот сделать блок такой аншлаг на теплоходе блогеры при приехать да знаете что еще подумайте конечно среди над еду и да какое-то блюдо а то есть условно говоря соседи ваши удмуртия значит прошли путь на гурте родина автомата калашникова работали с технологией чего-то не очень не очень много туристов будьте родина чайковского со всеми не прокачивает и не очень удмуртия родина пельменей феноменально сколько родин пельменей мы с вами знаем немыслимое количество но через желудок оказался путь самым коротким поэтому не знаю там может пряник не стоит уж слишком много но подумать о том какой блюдо а идеально еще и гастрономический сувенир только не нашла все-таки почему же можно было вести подарок попробовали пышку это впереди поиск вообще обычный рассказ вообще ничего военного ничего такого особенного но и после истории стоит и это рыжая девочка до ее приключения от дома до школы собственно это это теперь маршрут девочки по дороге смотрим объекты но вот брендом рыжей девочки производится пастила конфеты но сладости короче говоря что поэтому вот бренд рыжей девочки сарапова как гастрономическая составляющая нечто подобное можно взять и для мариинского посада вот какой-то зефир какой-то крафтовый какое-то угощение желательно еще с большим сроком хранения какой-то мармелад придумать да императорский или государева пастила я не знаю ну в этом смысле надо подумать за что-то зацепиться к чему готовы будут еще и локальные производители кто в это дело вложится и сделает такой брендовый сувенир и мармелад кстати хорошо пойдет императорский как сейчас сказали вообще уже сделано ну не знаю как у вас есть вот это мясо как они называются вот что придумать собственно нет это чувашская сегодня чувашская завтра нет но этот бренд уже забрали чебоксары я согласен с вами вы помните человек который будет к вам приезжать он не знает это бренд чебоксары или чего-то и можно просто купить и увезти и довезти покупают же в этом в баварии эти проклятые пряники никого не знаю сколько денег троих их тащат тащат через океан так сказать да летят по десятке часов для того чтобы привести никому не нужен этот пряник чтобы он выбраться потом или эти коровьи колокольчики так сказать вот это же вы поймете это легенда это просто привычка потому что точно не калорий это не калорий и сам интерес чего есть невозможно даже свежий ну это просто внешне как это просто атрибут того что это было невозможно что вы находитесь в конкурентном поле даже внутри республики и в продвижении иной раз нужно действовать как это дерзко то есть вот но никто не берет какую-то тему берите придумывайте даже вот я понимаю что всегда найдутся местные историки краеведы которые начнут там вас бить по рукам будет у такого никогда не было что выбривать это наша история вы решаете маркетинговые задачи вы произносите слова и тексты которые хотят люди слышите за которые готовы платить да за историческую правду у нас сегодня в общем можно только статью получить а не финансовый успех поэтому давайте мы о рождении правах ну тут конечно не надо абсолютный бред какой-то нет нет я еще раз говорю есть искусственные я понимаю я понимаю просто то чего не было это преподносится как бы за истину россия родина слонов и никто не опроверг еще этого более того я буквально месяц назад вернулся из ставропольского края где одна из экспозиций называется ставропольский край родина слонов да и вся эта ирония да она с одной стороны научно подтверждается с другой стороны они понимают что это ну конечно доля юмора так вот эту шутку вы не эксплуатируете да ну то есть если есть тем более что у вас парадоксальная история да то есть вы находитесь в регионе у которого очень крепкая самобытность да и национальные чувства здесь они очень-очень яркие опорные базовые и при этом вы в названии славяне да поэтому вот на этой границе да то есть это может быть именно пограничное состояние в котором и найти вот эту уникальность такое могло произойти только здесь но и но и дело Продолжение следует...